Книга «Открытым оком», том 8, тема молитвы, вопрос 2159. Когда у человека недостает своей веры, а он желает получить что-то от Бога, тогда он и идет к таким подвижникам, и они помогают ему. Игнатий Тихонч-Лапкин дает ответ. Худо то, что никто не классифицировал никогда те вопросы нужным, с какими шли к этим отрешившимся от мира и его забот, а шли с самыми простыми вопросами, как сегодняшние духовные туристы едут под видом паломников по монастырям и по афонам, хотя эти вопросы можно было разрешить там, где они живут. Там же было и писание, и свои батюшки. Но вот так сумели разрекламировать монашеское, равноангельское, в кавычках, житие, их, в кавычках, бисердевство, что люди сделались как слепые и глупые. Совершенно ничего не соображают, а идут и едут по пустыням, ищут и разыскивают этих мудрецов-затворников. Дух Божий как бы покинул землю, а источник света и разума был закупорен где-то в горах, в потемельях, в дуплах и на островах и в лесах. Да разве Бог так учил? Разве Дух Святой ограничивал себя так, как сузили его действия и проявления монахи? Обетование Божие дано всем, невзирая на статус, на ценз, на местонахождение. Монашествующие, в кавычках, приватизировали Бога и его обетование, и люди только крошки с их столов могли подбирать. И их признавали за равных только тогда, когда они облекались в иноческие постриги и в монашеские обеты. Матфея 21.22 «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите!» Иоанна 16.24 «Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Антоний Великий, День памяти 17 января Однажды, когда он пребывал в уединении и затворившись в своей келье и никого не принимал, пришел к нему с бесноватой дочерью военачальник Мартиниан. Он стал стучаться и умолять преподобного выйти вон помолиться и помочь его страждущей дочери. Антоний, не отпирая дверей, выглянул сверху и сказал «Зачем ты обращаешься к моей помощи? Я смертен, как и ты, одинаково мы оба немощны по природе. Если веруешь во Христа, которому я служу, то ступай, помолись по своей вере Богу. И дочь твоя выздоровеет». Мартиниан уверовал, призвал имя Христова и пошел домой стать счастье и исцелившейся дочерью. Александр Невский, День памяти 30 августа Новый хан Берке, ввиду злоупотреблений, какие допускали сборщиками Дани, у тайки собранной ими суммы, передал ее сбор на откуп хивинским купцам или бессерменам. Последние, естественно, в целях наживы собирали гораздо больше той суммы, какую они уплатили хану и допускали еще больше. Большое притеснение населения по сравнению с прежними татарскими сборщиками. Народ не вынес этих притеснений и в различных местностях. Это дошло до крайности, когда среди сборщиков появился один монах, отступник от православной веры по имени Зосима, который не только притеснял своих соплеменников, но и дерзко оскорблял православную веру. Народ не мог перенести этих оскорблений, и в Ярославле убили ненавистного отступника. А вслед за этим начался мятеж и в других русских городах Ростовского и Суздальского княжеств. Прогоняли татарских сборщиков, избивали особенно ненавистных из них. Распространились слухи, что сам великий князь Александр разослал по городам грамоты бить татар и готовиться стать во главе народного движения. Расправа с ханскими сборщиками должна была вызвать страшное возмездие со стороны татар. Снова нужно было великому князю поспешить в Орду, предотвратить от Руси грядущую беду. Папы не остались в долгу, они стали поднимать против непокорного русского князя, шведов и рыцарей, но и эти новые походы были безуспешны. В обычности забывчивость живет. Привычная безумная старуха, она без пуговиц с утра одежду шьет. Намается со зрением и со слухом. За эти позабыл и не успел, придется раскошелиться когда-то. Подбиты будут бабки общих дел, ведущих ко спасению или каду. Не забывай им плоть свою кормить, душа никак не меньше этой плоти. Не зарекайся от сумы тюрьмы, коль не корабль мастим, а малый плотик. Не забывай, планета-мать-земля несется пулей снайпера до цели. У языка есть цель, не кружева петлять. План на день, а в мозгу еще в постели. В писании из древности наказы о смерти постоянно размышлять. Из будней трудовых устроить праздник не забывай. Не смей их опошлять. Что проще? Не себе лишь угождать. Чужое мнение попытаться слышать. Капкан, как выводок на сеткой. Где вражда? Где мелочность плодиться, словно мыши? Забывчивость постель свою заправить. Воскрешно-дневной упорный труд. Подметить, почему свое считаешь правым. Кривляешься с кадилом плут и шут. Забыть, пропить. Беднее с каждым днем свое предназначение забывая. С опасностью играя, как с огнем. Считая, что судьба совсем слепая. Не так. Не по писанию эти думы. Забвение патология ума. Без памятства страшит пейзажем лунным. В сознании солнца нет. Одна луна. 9 июня 2003 года. Игнатий Тихонович Лапкин.